Вести Карачаева, Черкесия Более 12 тысяч школьников в летний период отдохнули в загородных и школьных лагерях с дневным пребыванием в Карачаево-Черкесии. В Михайло-Архангельском храме в станице исправной состоялось открытие мемориальных плит казакам Кубанского казачьего войска, награжденных Георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Итак, главным новостям. В ауле Адельхалк Ногайского района Карачаева-Черкесии завершился капитальный ремонт средней школы, проводимой по поручению главы республики Рашида Темрезова. Рабочая группа министерства, глава администрации Ногайского района Мурат Хапиштов, представители родительского контроля оценили готовность школы. Полностью обновлена материально-техническая база учебных помещений, появился новый актовый зал с комфортными креслами, современная сцена, где будут проходить театральные кружки и секции и все общешкольные мероприятия. Кроме того, в обновленном здании школы, рассчитанной на 300 мест, появится точка роста, новое современное оборудование для школьной столовой. В рамках исполнения поручений президента России по модернизации школьных систем образования еще в пяти учреждениях Карачаева-Черкесии капитальный ремонт завершится в следующем 2023 году. Президент страны Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказывает старший инспектор группы по вопросам гражданства соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии капитан полиции Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан, то есть граждане Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта, если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам медосмотр уже не нужен, они ранее проходили медицинское свидетельство. Заявления и фотографии. С ними они могут, ну вот эта упрощенная система приобретения гражданства России, должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь в Черкесске, в управлении с документами, которые у них имеются. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Всё для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам Донецкой и Луганской народных республик, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со средствами массовой информации Народного фронта, по Карачаево-Черкесии Зураба-Бемурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаева-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства – телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Предприниматели из Карачаева-Черкесии могут воспользоваться услугами портала поставщиков. Это интернет-ресурс, который позволяет совершать выгодные сделки быстро и открыто. За 9 лет работы площадки и услугами воспользовались предприниматели из 39 российских регионов. Чтобы воспользоваться услугами портала поставщиков, заказчик должен опубликовать перечень товаров, в которых он нуждается, а затем из предложенного списка выбрать подходящие ему варианты. Все сделки между клиентами портала оформляются дистанционно, поэтому свой товар можно предложить из любого региона. Основная задача онлайн-сервиса – объединить заказчиков и производителей продукции, а в условиях ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка это становится особенно актуальным. В нынешних экономических условиях это отличная возможность для малого и среднего бизнеса найти новых партнеров и наладить дополнительный канал сбыта своей продукции или услуг. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гран-Т Росмолодежь. Второй сезон». Победители получат до 1 миллиона рублей на свой социально значимый проект. Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и онлайн форматах, а также очно на более 70 молодежных площадках. Конкурсы направлены на вовлечение молодежи России в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом рассказал министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отмечить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карачаево-Черкесской республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения, плитцы их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, незарегистрированных как некоммерческие организации, участники которых также могут принимать участие как физические лица граждан РФ в грантовом данном конкурсе, о котором мы с вами в настоящее время говорим. Власти изменили систему льготного кредитования бизнеса, объединив две программы в одну и сильно снизив процентные ставки. Ранее малый и средний бизнес мог получить займы и кредиты на пополнение оборотных средств по ставке от 13,5%. Теперь вместо них будут выдавать кредиты по ставке 4,5 и 3%, о котором можно потратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Срок кредита увеличился до 10 лет. Льготная ставка будет действовать не более одного года. Льготные кредиты доступны компаниям из реестра малого и среднего бизнеса, а также самозанятым из любых отраслей экономики. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берегоукрепительных сооружений планируется завершить к концу текущего года в четырех муниципалитетах Карачаева-Черкесии. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка 4 тысяч человек. В этом году уже завершены работы по берегоукреплению на реке Уруп и ремонт дамб на реке Тиберда. Об этом рассказывает министр природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Диана Качкарова. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект, как объект на реке Уруп, это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта, они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления, подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления, подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. По подозрению в совершении мошеннических действий задержан 31-летний житель Владикавказа. Ранее в полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей на городской телефон позвонила неизвестная, представилась ее дочерью. Она сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте, ее сбил автомобиль. Далее якобы трубку взяла следователь и пояснила, что водитель транспортного средства, не справившись с управлением, врезался в дерево и находится в реанимации. И что для невозбуждения уголовного дела необходимо передать миллион рублей. После чего пенсионерка сняла денежные средства в одном из банков Черкеска и передала неизвестному мужчине, который ждал ее в назначенном месте. Отделом дознания отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району в отношении 58-летнего жителя возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота наркотиков, мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции по Усть-Джигутинскому району перед входом в его домовладение обнаружили полимерный мешок, внутри которого были различные части растения мак. Следственным отделом по Прикубанскому району также возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя поселка Ударный по признакам незаконного оборота наркотиков. У него по адресу проживания было изъято наркотическое средство массой в 350 граммов. Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На северном склоне главного Кавказского хребта на леднике Птыш туристы обнаружили артиллерийские немецкие снаряды времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии идентифицировали опасные предметы и с соблюдением всех мер безопасности найденное было уничтожено на месте накладным зарядом. Открытие мемориальных плит казакам Кубанского казачьего войска, награжденных Георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-18 годов, состоялось в Михаил-Архангельском храме Станицы Исправной. Мероприятие приурочили к столетию Карачаева Черкесии. Сборы материалов о георгиевских кавалерах начались давно. В течение нескольких месяцев составлялись списки о георгиевских кавалерах, выходцах из станиц Баталпашинской, Джигутинской, Зеленчукской, Кардоникской, Старожевой и Исправной. Работой занимались ученые-историки Павел Николаевич Стрелянов, Колобухов, написавший фундаментальный труд казаки Кубанского войска в Великой гражданской войнах и эмиграции, а также представители Баталпашинского исторического общества, действующего при Никольском соборе города Черкеска, куда входит около 20 действующих историков и краеведов Карачаева Черкесии, занимающихся изучением истории родного края. Это и работа в архиве, и распределение данных по отношению к той или иной станице, разработка макета и изготовление плит. В честь торжественного открытия мемориальных плит был дан оружейный салют. Медерсе-интернат в селе Учки-Кен объявляет набор студентов на бесплатное обучение. Набор ведется до 10 сентября. Для того, чтобы попасть на собеседование всем абитуриентам от 14 лет и старше, необходимо заранее записаться через WhatsApp по номеру 8-928-817-4200. Учеба в Медерсе осуществляется по трем направлениям. Имам Хатиба, преподаватель исламской религии ханафитского масхаба, курс обучения 4 года. Хафиз, чтение Корана наизусть 3 года. И основы ислама 2 года. При Медерсе имеется специально оборудованное общежитие, где студенты могут находиться круглосуточно, а также столовая. На территории Карачаева Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северная сеть из Ставрополя и Кубани. Режиссер и продюсер проекта Бешер Ерока планирует снять серию документальных фильмов для адыгской медиа-энциклопедии. Все серии будут сопровождаться авторской музыкой. Эпизоды планируется перевести на английский, турецкий, арабский языки, чтобы их смогли увидеть представители диаспоры за рубежом. Серии хотят показать на различных фестивалях, кинофорумах и кинотеатрах, а затем выложить в свободный доступ в интернете. В Карачаево-Черкесию прибыла команда волонтеров проекта «Заповедная школа Русского географического общества на особо охраняемых территориях». Целую неделю они помогали нашим специалистам в благоустройстве Тибердинского национального заповедника, а также успели очистить от мусора ряд заповедных территорий республики. Об этом рассказала руководитель проекта «Заповедная школа Русского географического общества Екатерина Белякова». «Заповедная школа РГО объединяет разные заповедные территории с целью проведения молодежных проектов, где ребята помогают в развитии заповедных территорий, участвуют в очистке троп, занимаются интеллектуальным трудом, ну и также медиа-волонтерством создают фото и видеоконтент. В этом году таких регионов пять по всей стране, и вот одним из них стал Тибердинский национальный парк». С 1 сентября Неправительственный экологический фонд имени Вернадского объявляет о старте приема заявок на участие в конкурсе на выявление поощрения и поддержку лучших экологических волонтерских инициатив и практик, значимых для Российской Федерации. Конкурс проводится в восьми номинациях «Помогаем заповедникам», «Эко-волонтеры рекам, озерам и морям», «Волонтеры леса», «Эко-волонтеры города», «Мусору нет», «Эко-взгляд», «Эко-молодость» и «Эко-дело детства». Вся дополнительная информация о конкурсе представлена на сайте фонда вернадский.ру. В селе Красный Восток Малокарачаевского района порядка 100 человек приняли участие в турнире по нескольким видам спорта памяти Вадима Хабатова. Подготовкой соревнований занимался коллектив Дворца спорта «Алашара» во главе с Назиром Хомуковым. В свою очередь спорткомплекс выставил свою команду для участия в турнире, а также сельчане собрали еще три команды, назвав их «Абазги», «Торнадо» и «Сабр». Еще одна команда прибыла из Кисловодска, где сейчас проживают около полутора тысяч выходцев из Красного Востока. В программу турнира вошли состязания по мини-футболу, стрельбе из лука и пневматической винтовке, дартсу, шахматам и попаданию мячом в корзину. В других состязаниях лучшими стали Мурат Карданов по стрельбе из лука, лучшим по стрельбе из пневматической винтовки стал Абдуллах Байкулов, в игре дартс победил Дамир Шереметов, а лучшим в броске мяча в корзину стал Мурат Хутов. С 23 по 25 сентября курорт Архыс примет большой спортивный праздник – забег Альпиндустрия Архыс Рейс. Соревнования соберут лучших бегунов из всех регионов страны. Спортсменов ждут 9 дистанций разных уровней сложности. Самая протяженная из них соединит Архыс и Красную Поляну. Регистрация на трейл открыта на официальном сайте мероприятия arhysrace.run. Для самых выносливых впервые в истории соревнований организована дистанция со стартом на курорте Архыс и финишем в Красной Поляне. Общая протяженность маршрута составит 127 километров. Контрольное время прохождения – 37 часов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 30-35 градусов. В горах местами 24-29 градусов выше нуля. Высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 35 градусов. Реклама. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новая грандиозная шоу ГИИ. Рация «Пещаная сказка». Код города 87937. 296 58. Категория 0+. Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия.